МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Курган.ру в студии Константин Зубарев. Здравствуйте! Сегодня выпуск. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Министр строительства и ЖКХ в Кургане. На повестке дня вопросы благоустройства города и переселения из аварийного жилья. Возрождение школы искусств. В обновленное здание воспитанники зайдут после 8-летнего перерыва. Работать меньше, но лучше. Госдума обсуждает проект о сокращенной рабочей неделе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев 28 августа с рабочим визитом посетил Курган. Он принял участие в губернтских чтениях. Тема влияние общественного мнения на развитие региона. В мероприятии приняли участие общественники, промышленники, руководители различных ведомств, областные и городские депутаты. Участники обсудили грядущие выборы, влияние общественного мнения на экономические процессы и многие другие вопросы. В программе визита министра посещение городских объектов, совещание в правительстве, на котором рассмотрят вопросы комфортной городской среды и переселения из аварийного жилья. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они обсудили важные вопросы, цели и задачи на новый учебный год. Открыл пленарное заседание в Рио губернатора Курганской области Вадим Шумков. Глава города Курган Андрей Потапов также приветствовал учителей. Достижения учеников основаны на труде педагогов. И сегодня нам есть чем гордиться в сфере образования, считает Андрей Юрьевич. Я считаю, что система образования в городе Кургане находится на достойном уровне. Приведу некоторые лишь только цифры. У нас с вами 126 призеров регионального этапа Всероссийского олимпиад школьников. Из них 24 призеры являются по нескольким дисциплинам и предметам. Восемь стали призерами и победителями Всероссийского этапа заключительного. В этом году 14 выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ. В рамках конференции чествовали учителей, чьи ученики смогли достигнуть таких высоких результатов. Среди награжденных педагог с 27-летним стажем Вера Котикова. Ее ученица Никитина София стала призером Всероссийской олимпиады. Как образование наше не стоит на месте, всегда перед нами поднимают планку и всегда кажутся недостижимыми сначала те цели, которые ставят еще в таких формулировках педагогических и страшноватых. Но потом понимаешь, что за этим все-таки живая жизнь, живые дети и живое общение с педагогами. Поэтому учишься относиться к этому позитивно. Городские власти и дальше будут оказывать поддержку талантливым педагогам. Кроме того, в Кургане третий год подряд проводится масштабная кампания по ремонту образовательных учреждений. В этом году в Кургане отремонтируют 42 школы, 19 детских садов, 8 учреждений дополнительного образования, 3 учреждения культуры, 2 учреждения спорта на сумму более 233 миллионов рублей. Максим Ахахонин, Кристина Смирнова, Владислав Базалев, Лидей Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру. Многострадальное здание школы искусств номер один в Кургане или дом барона Розена преображается на глазах. Уже 2 сентября она вновь примет своих учеников. Последние ремонтные работы завершаются внутри самой школы. А сквер вокруг уже успел стать излюбленным местом отдыха горожан. Нельзя не отметить, что здание школы искусств номер один в Кургане вызвало всеобщее беспокойство. В доме барона Розена дети перестали заниматься еще в 2011 году. Долго она находилась на реконструкции, не функционировала. И вот в текущем году, уже в сентябре, планируется окончание всех работ. В рамках работ по капитальному ремонту здания восстановлен фасад, кровля, отремонтированы все силовые конструкции здания. В ходе реконструкции были отремонтированы подвальные помещения и заменены окна. На эти цели было затрачено порядка 35 миллионов рублей как из областного, так и из муниципального бюджетов. А в прошлом году был реконструирован сквер в рамках программы «Комфортная городская среда». Общий объем средств, выделенный в рамках этой программы, на эти цели составил около 6 миллионов рублей. Этот проект получил безусловную поддержку горожан, набрал очень много голосов. И, конечно, мое мнение горожан было учтено. И теперь мы получили такой красивый сквер. В школу искусств в сентябре этого года вернутся порядка 600 учеников. Изменения, конечно, они увидят колоссальные. Мы откроем здание Советская 67. Это наше основное здание школы, которое было закрыто с 2011 года. То есть, по сути, уже одно поколение детей вообще не занималось здесь. Городская администрация оказывала самое, и продолжает оказывать самое большое содействие. Ну, первое, это то, что нам выделено финансирование. И то, что координаторы, глава города Потапов Андрей Юрьевич и его первый зам Андрей Валентинович Жижин, это ежедневное посещение планеров, которые мы проводим. Внутри здания пока гостей не пускают. Не хотят испортить первое впечатление от окончания ремонта. Говорят, школу будет не узнать. Андрей Бахарев, Ульяна Чапала, Александр Киселев, информационное агентство Курганру. Дополнительный выходной. Минтруд должен до 30 сентября представить правительству свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели. Идею еще в июне озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев на Международной конференции труда в Женеве. Чиновникам сейчас предстоит оценить степень влияния четырехдневки на экономику и социальную сферу страны. Что думает Курганция, новшество и сколько все-таки должен работать человек далее. Посчитать рабочие дни, намеренные сейчас в правительстве России. По сути, идея законопроекта предполагает только сократить число рабочих часов. А как они в итоге распределятся и какой день выберут выходным, тоже в процессе обсуждения. Пока, очевидно, одно в России трудится больше. Впереди нас только трудоголики Южной Кореи и Мексики. У нас работник работает в течение года, если я не ошибаюсь, 1951 час в среднем. А для примера, средний немецкий работник работает на примерно треть часов меньше. Но производительность труда у него выше. Что это означает? Это означает то, что производительность труда связана не с количеством рабочего времени, а с теми технологиями, которые использует человек на рабочем месте, с теми управленческими методиками, которые использует работодатель, чтобы организовать труд работника. И это уже функционал не работника, это функционал работодателя. Так значит, трудимся больше, эффективности меньше. Трудовой КПД, по словам экспертов, напрямую связан с развитием цифровой экономики и роботизацией части процессов. В той же Южной Корее на 10 тысяч работающих приходится 700 роботов. В России – 2-3. Причина этого, как нам кажется, как раз и заключается в том, что из-за низкой стоимости труда работодателю проще использовать живых людей вместо покупки одного дорогого и более производительного робота. Поэтому, в принципе, на самом деле, повышая стоимость человеческого труда, вообще-то мы работаем как раз на то, чтобы к нам в технологическую цепочку входила робототехника и входила цифра, которая в противоположном случае просто не войдёт. Роботы, которые так актуальны в бизнесе, например, не смогут заменить учителей и врачей. Однако, если люди станут меньше работать, а больше времени посвящать семье и детям, то, быть может, и здоровье их улучшится, а так называемые профессиональные болезни исчезнут вовсе. Так или иначе, пока у населения на этот счёт, как и у власти, нет единого мнения. Против. Почему? Ну, наверное, тут какие-то свои подводные камни начнутся. Мне кажется, это логично. Каждый хочет работать поменьше за те же самые деньги. Почему бы и нет? Обсуждать-то они могут всё что угодно. Вопрос, чем это всё закончится. Это, конечно, хорошо, но я подозреваю, что, в конце концов, рабочие день это продлят, а на то, на то и выйдет. Смысл? Не вижу. Очень сложно переключиться с отдыха на работу. Сама по себе знаю. Не потому, что я хочу заработать все деньги мира, а потому, что, ну, делаю время ипотеки час. Зарплата пусть также останется, а работай. Лишь бы зарплата-то осталась. Без проблем. Из запрошенных нами курганцев нашлись и такие, кто видит у грядущих изменениях Трудового кодекса весьма неожиданные последствия. Честно скажу, я категорически против, потому что я и за два дня выходных иногда успеваю поправиться. Вот, что же будет, если у меня будет три дня выходных? Значит, не плюс полтора-два килограмма, а может быть и больше. Поэтому это меня расстраивает. Поэтому нет, я за то, чтобы были те наши пять рабочих дней и два счастливых дня выходных. Ольга Медведева, Александр Киселев, Дмитрий Тихонов, Александр Карпов, информационное агентство Курган.ру В областной бюджет внесены изменения. Депутаты Зауральского парламента на вне очередном заседании утвердили пять дополнительных соглашений к заключенным ранее между Министерством финансов Российской Федерации и правительством Курганской области. Подробности узнаете из сюжета. С учетом принятых дополнений регион должен будет согласовывать с Минфином все изменения в закон о бюджете, которые приводят к изменению дефицита. Кроме того, Курганская область будет нести ответственность за неисполнение некоторых обязательств по договору. А глава региона сможет применять меры дисциплинарной ответственности к чиновникам, допустившим нарушениям. Также в двух чтениях принято изменение в закон об областном бюджете на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов. Учитывая получение дополнительного транша из федерального бюджета и предполагаемого увеличения собственных доходов от продажи материальных и нематериальных активов в рамках программы приватизации государственного имущества Курганской области, основные характеристики областного бюджета на текущий год утверждены в следующих размерах. Общий объем доходов в сумме 46 миллиардов 477 миллионов 113 тысяч рублей, увеличение более чем на 4 миллиарда. Расходы установлены в сумме 49 миллиардов 656 миллионов 444 тысячи рублей. Таким образом, дефицит бюджета увеличен более чем на 200 тысяч рублей. Андрей Бахарев, Ульяна Чапала, Александр Киселев, Александр Карпов, информационное агентство Курганру. Дмитрий Костин из Курганской области занял второе место на международном чемпионате мира WorldSkills. Наш земляк вошел в состав национальной сборной страны по профессиональному мастерству и успешно справился с заданиями в компетенции электромонтаж блока «Строительная сфера». Чемпионат проходил с 22 по 27 августа. В нем приняли участие более 1300 профессионалов из 63 стран мира. В состав российской команды вошли 63 участника из 25 регионов. Дмитрий Костин в этом году окончил Курганский государственный колледж с красным дипломом. Ранее молодой человек становился победителем регионального чемпионата и неоднократным призером подобных международных состязаний. Далее в выпуске о концерте, который может спасти жизнь, в виртуальных баталиях и первом рок-фестивале, а также об истории нашего земляка, чувствах к родине и преображении города. Вернемся к новостям после короткого рекламного блока. Я в Курганской области жил в трех деревнях. Вот это деревня, куда мы едем, Шанство, я там родился. Вот здесь мое детство проходило летом, постоянно приезжал. Здесь у бабушки сидела телевизор, это была горница. Не зная истории, на мой взгляд, человек достаточно, что он отца отрезан от своих корней. Найдите мне деревья без корней. Также человек. Знания своей истории питают любого человека, любого государства, любого общества. Необходимо возрождать людей. И делать так, чтобы им нравилось жить на селе, потому что, ну, слушайте, в сравнении с городом здесь есть все. Чистая вода, чистый воздух, лес, природа. Экономика, прежде всего, любит. А просто каждый день работать. Заниматься дорогами, сельским хозяйством, восстановлением заводов. И тогда через пять лет Курганск будет уже другой. Через 10 лет она будет еще лучше. Через 15 лет она будет процветающей регионе. Вот все зависит от нас. Понимаете, как поработаем, так и будет. Я приехал сюда поработать. Я жителей хочу благодарить и просить поработать вместе со мной. Курган. Город, в котором ты живешь. 8 сентября мы выбираем новый состав Городской думы. Единая Россия – это команда профессионалов. Учителя. Врачи. Промышленники. Спортсмены. Предприниматели. Мы разные, но все мы живем и работаем в Кургане. Приходи 8 сентября на выборы. Голосуй за Единую Россию. Номер 5 в избирательном бюллетене. Отток населения из Курганской области сократился в разы. За первое полгодие 2019 года убыло в 4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 1300 человек вернулись в город из-за границы. В следующем сюжете расскажем историю одного зауральца, который вернулся в свой родной город. О патриотизме, часах и репостах далее. Он заметно смущается перед камерой. Человек не публичный и не видит себя героем сюжета. В этой истории, правда, нет подвига. Зато есть любовь к родному городу. Антон Марченко – потомственный дизайнер и художник. Работал в Питере в крупной фирме. Изготавливал сувенирную продукцию. Суета северной столицы затянула так, вспоминает Антон, что забыл в ней себя. Забросил творчество, стал заложником мегаполиса. Заболел, как говорит сам Антон. Вылечил родной Курган. Вернулся на родину, огляделся и написал пост в интернете. Историю долгого возвращения к себе. Как-то слово за слово и записалось это все. Вообще мгновенно прямо все, лихо записалось. А потом я уже понял, что это что-то такое серьезное, потому что пошли отзывы, отклики. И вот ведь не Данка и сердце из груди не вырывал, а отозвалось. В душах многих курганцев. Сотни человек оставили свои комментарии под статьей про такой личный Курган. Как хорошо, тепло, мудро написал про родной город. Читать приятно и в душе отзывается. Здорово, что ты дома. Спасибо, Антон. Сам родился в Кургане. Дети мои родились здесь. Самые лучшие моменты моей жизни случились здесь. Не уезжай отсюда. Здесь мое место. Это мой родной город. Так родилась в чем-то провокационная идея интернет-флэшмоба. 340 репостов. По количеству лет городу. Антон решил проверить, сколько на самом деле неравнодушных горожан его поддержат. Теперь его мысли можно найти по этому хэштегу. А поклонников патриотов все больше. Еще парень делает авторские часы с символикой Кургана, естественно. Кстати, они – призеры Чемпионата России по туристическим сувенирам. Город знают. Город хороший. Очень много людей из города вышло. Я не знаю, писателей, поэтов, художников, музыкантов. Куча всех. Врачей, деятелей всевозможных. Город нравится. Хочу, чтобы развивался. Хочу частичку вложить в это. Прошел очередной день города. На подъеме и в атмосфере добра. Даже ярые реалисты отметили, на массовых мероприятиях стало меньше мусора и пьянства. Так может, настало время менять привычки и начать любить город, дом, в котором живешь. Надо быть добрее друг к другу, ко всему окружающему. И беречь обязательно все, к чему прикасаешься. Чтобы оно не рушилось, а наоборот строилось и улучшалось. Научиться радоваться. Радости не хватает сегодня. Человек разучился радоваться. Ну и работать с радостью опять же. И взаимоотношения, чтобы с радостью были. Журналисты охотно подхватили мысль, озвученную властью, кстати, о том, что Курган – наш друг. Если пойти дальше и начать думать о городе не как о друге, человеке, который рядом, а как о самом себе, мысль сложная и простая одновременно. Получается, что каков я, таков и Курган. Ведь я – это Курган. А это уже очень ответственно. Будьте хорошими людьми и любите себя. Ольга Медведева, Владислав Базалев, Андрей Бахарев, информационное агентство Курган.ру. Первый рок-фестиваль «Остров» прошел в Цепково в День города. На сцене были курганская группа «Роллерсайт» и две команды из Екатеринбурга. Нишейтинг «Сан» и «Джинн». Далее подробности с мероприятия. Шоу началось. Вокруг сцены Цепково собрались самые преданные поклонники рока и не только. Программу открыли молодые курганские рокеры «Роллерсайт». Для них это было первое выступление на такой большой площадке. Следом за ними выступила группа «Инишейтинг Сан». Играем электронную музыку, но не чисто танцевальную электронную. Я думаю, на стыке жанров. Индии, может быть, пост-рок, электроника. На самом деле было несколько этапов, поэтому четкое начало не проследить. Я думаю, можно так сказать, что первый концерт мы дали в 2016 году. Это был наш стандартный сет. Плюс добавили пару новых треков, которые до этого не исполняли. Очень теплый прием, много людей и, в принципе, хорошая организация. То есть очень заботливые, идейные люди организуют мероприятия. Это очень приятно. Группа из Екатеринбурга «Джин» существует уже 4 года. Они исполняют музыку в жанрах поп-панк, рок-н-ролл и рок-лирику. Тем самым отличаются мощным драйвом. В нашем городе «Джин» выступает второй раз. По словам участницы и вокалистки группы Евгении Зыкиной, курганы ей приходятся по душе и городская публика в том числе. Мы за авторское творчество. Мы сами пишем песни, мы играем их. Ну и немножечко того, что люди любят, то, что им нравится. Там парочка коверов всегда прикольно поорать. Песни, которые ты любишь, знаешь. И это обычно... Очень многие музыканты вообще целенаправленно и там категорически не играют чужие песни. Но на самом деле иногда приходит человек и видит тебя в первый раз. И чтобы как-то его зацепить, мне кажется, это отличный способ. Максим Аберкулеев организует концерты уже много лет. В этом году решил попробовать свои способности на городском празднике. Работы было много, но, к счастью, все получилось. Праздник такой случился, что День города. И 50-летие ЦПКО совпали. Решили разнообразить немножко сцену. Попробовали, как это вообще. Вот, собственно, с администрацией поработали, пообщались по этому поводу. Они дали добро. И вот, благодаря, собственно, беседам со всеми, как бы, вот удалось сцену немножко попробовать раскачать. Зрители остались довольны. А значит, все организаторские труды были не напрасны. Можно считать, что это успех. В целом, как бы, много площадок. Но здесь, мне кажется, ну, одна из самых больших. По сравнению там, ну, с центром, ну, в центре, конечно же, больше. А группы, на самом деле, очень интересно играют. Особенно вторая, на которую не попал. Ну, мне сказали то, что очень было интересно. Интересно. Никогда не унывать. Ну, естественно, счастья всем. Это каждый год происходит, но он постоянно, каждый как-то по-особенному для людей чувствуется. В честь праздника Дня города звучало много добрых и искренних слов, а также пожеланий для развития кургана. Больше концертов, больше спортивных мероприятий, больше развлечений для детей, то есть для маленьких детей. В основном тут у нас развлечения для детей постарше, ну, в возрасте, лет семи и больше. В этот замечательный день я желаю вам больше улыбок, добра. Хочу пожелать горожанам искренне верить в перемены, в то, что это действительно когда-нибудь произойдет. Я очень надеюсь, что Курган будет и дальше меняться в лучшую сторону. И добра всем и позитива. Анастасия Леонова, Владислав Базалев, Андрей Бахарев, информационное агентство Курган.ру. В Кургане организуют благотворительный концерт в помощь девочке, которая болеет раком. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал начальник управления культуры Курганской области Владимир Бабин. 3 сентября в Курганской областной филармонии выступит пианистка Яха Бахмадова и виолончелист Кристиан Владила. Благотворительный концерт пройдет при поддержке фонда «Национальное достояние». Все собранные средства направят на лечение курганской девочки Саши Анашкиной, которая борется с тяжелым заболеванием раком крови. Уверен, что у нас в Курганской области есть неравнодушные люди, которые поддержат доброе дело. Уникальный концерт будет проведен в каменном зале. Начало концерта в 7 часов. Билеты сейчас находятся в кассе филармонии. Цена – 1000 рублей. Я думаю, что для такого благородного дела это не самые дорогие и не самые тяжелые средства. В вечерней программе в исполнении уникального дуэта Бахмадова-Владила прозвучат сочинения Шумана, Шуберта и Шостаковича. По словам Владимира Бабина, для любителей классической музыки этот концерт станет настоящим подарком. Ведь не каждый раз на зауральской сцене можно увидеть выпускников Королевской консерватории из Антверпена. Яха Бахмадова получила, то есть родилась в Чечне, потом переехали в Бельгию, получила образование там же. То есть очень хорошая пианистка, очень интересная пианистка с европейской школой. Христиан Владила учился в Польше, опять же получил хорошее образование, качественное образование. Я думаю, что нашим любителям классической музыки будет очень приятно послушать прекрасное исполнение. Владимир Петрович уверен, что таких профессионалов на курганской сцене в будущем появится еще больше. Я думаю, что вот этим концертом у нас откроется определенная такая, как бы такая череда будущих концертов. Потому что, в принципе, мы планируем привозить достаточно большое количество классических музыкантов. И вот концерт Дмитрия Корчака на Троицкой площади показал, что жители города очень неравнодушны к качественной классической музыке. Так уже начало нового филармонического сезона будет ознаменовано проведением третьего музыкального фестиваля «Элисо Версаладзе» представляет. По словам Владимира Петровича, Элисо Константиновна живет музыкой, поэтому курганцев ждут только лучшие выступления. Поразилось время, когда у меня был сольный концерт, спрашивали, что вы будете играть. У нее через два дня концерт. Она говорит, пока не знаю, сейчас поиграю, посмотрю, что у меня хорошо идет. Вот для музыкантов, вот поймите, просто концерт час-двадцать. Она поиграет, выберет, что идет. Это значит минимум три с половиной часа у нее программы в памяти, то есть в пальцах, в готовности блестящей. То есть, ну это, я не знаю, это просто уникальные люди. На одной сцене с именитой пианисткой выступят и другие звезды классической музыки. Московский камерный оркестр «Мьюзика Вива» под руководством народного артиста России Александра Рудина, а также лауреат международных конкурсов скрипач Андрей Баранов. В рамках фестиваля курганской публике покажут пять концертов. Они пройдут в областной филармонии с 14 по 21 сентября. Анна Карпушина, Тимур Нуцулханов, Дмитрий Тихонов, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курганру». Виртуальные баталии за Кубок Кургана в День города молодые кибератлеты сразились сразу по двум дисциплинам – «Доти-2» и «Кс-Гоу». Организатор турнира – Курганский компьютерный клуб «Е-Клаб». Пока идут летние каникулы, есть время для тренировок, говорит 16-летний лидер команды «Тим Чилл» Алексей Лекарев. В его команде друзья друг с другом общаются не только в интернете. У каждого своя причина играть. Лично я увлекаюсь, наверное, лет с 13-14. Вот нравится игра, поэтому играю. Но парни, наверное, примерно так же. Ну, все примерно так начинают. Кому-то просто нравится, у кого-то хобби, у кого-то кто-то хочет будущее с этим связать. На высокой скорости геймерам предоставили мощные компьютеры и игровые девайсы от компьютерного клуба «Е-Клаб». На площадке в Гиперсити только команды финалистов, которые отобрались в результате игр в клубе и онлайн-игр из дома. «Команды прошли длительный путь. Играло более ста игроков. Сыграно более 70 игр. Все это было на протяжении двух месяцев. То есть сейчас ребята, конечно, нервничают. Поэтому мы сейчас желаем им удачи, чтобы они показали красивую игру и нам было что вспомнить». Победителем в Дота 2 и КС Гоу стали команды Тим Шнубс. В каждой дисциплине участвовали разные составы. Молодые геймеры получили заветные кубки, медали и призы от спонсоров. Турнир на Кубок Города завершился, а в планах новые жаркие баталии, обещают представители игрового клуба «Е-Клаб». «Это одно из главных мероприятий этого года. Именно для нашего клуба это первое такое крупное событие. Также мы планируем в дальнейшем, в конце года провести турнир, на котором мы тоже всех приглашаем. Будут представлены дисциплины Доты 2 и КС Гоу точно так же, как и сегодня». В рамках турнира прошел и конкурс косплея с персонажами Доты 2, словно вышедшими из экрана и яркими героями комиксов, могли сфотографироваться все желающие. На сегодня у меня все. Не забудьте ознакомиться с прогнозом погоды. До свидания и всего вам доброго. Вселенная возможностей для вашей жизни. В Зауралье продолжает действовать проект «Единая карта забота». Социальная дисконтная карта позволяет приобрести различные товары и услуги со скидкой. Постоянно расширяется перечень льготных товаров. По всем вопросам обращаться по бесплатному номеру горячей линии. 8 800 20 10 895. В социальный проект «Единая карта забота». Мы вместе. Здравствуйте. С прогнозом синоптиков вас знакомит Ксения Аванесова. В четверг за Уралье будет находиться на орбите влияние северо-казахстанского циклона, атмосферный фронт которого постепенно накроет наш регион шлейфом облачности, сопровождаемым небольшими осадками, усилением ветра и повышением температурного фона. В Екатеринбурге плюс 12 плюс 14, в Челябинске плюс 17 плюс 19, в Тюмени плюс 16 плюс 18, временами дождь. В Кургане облачно с прояснениями без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 9, плюс 11. Днем в Кургане облачно, во второй половине дня временами дождь. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха плюс 17, плюс 19. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба. 29 августа солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»